Могу это не показать. Смотрите, пришли, гуляли девочки. Всем привет, сниму. А, мне дочери, а малышки. Я выхожу, говорю, как хорошо, что вы пришли. Если скажешь, собака гуляет, нет. Нет. Давайте я при вас скажу. Дочь, мне за машинкой надо съездить. Спочинили мою бибилку. Сходите со мной, пожалуйста. Пешком. Я хочу прогуляться. Мам, мы только что от Манежной площади до Тверской дошли. Это были замечательные ромашки. Ну и можно было без ромашек обойтись. Просто сходить со мной. И тебе подарила ромашку. Пойдем ставить ромашки в воду. Ромашки, ромашки, ромашки. Будем гадать на ромашках? Ромашки, ромашки, ромашки. Смотрите, у меня же занято. Сейчас придется переставлять. Я вчера букет. Вот сюда он встанет, да, в эту вазу? А ты мне прям под вазочку купила, да? Ой, какая красота. Блин, Тор, мне прям сейчас когтем... Блин, Тор, ты что, дурак? Знаете, что он сейчас сделал? Такое с ромашками. А, еще раз! Он вообще свои когти не контролирует. Он, короче, сзади кинул мячик и решил его копнуть от моей ноги. Прям мне по ноге когтями. Ромашки. Если бы у меня не было ромашек, он бы, конечно, получил люлей. А сейчас мы пробегаем, еще раз мне ногтем наступил. Стоит, смотрит. Хам. Всем привет, кстати, я не поздоровалась. Начинаем наш влог. Так, мы пошли за машиной пешком, как я и хотела. Девчонки со мной. Вот, я их упросила. Представляете, у нас все как всегда. Мы только ушли. Ну, сколько, минут 10, да, мы шли, дочь? Звонит Денис. А ты где? Я говорю, я иду за машиной. В смысле? Я говорю, в прямом. У него включение. Я говорю, что ты мне позвонил, как выехал? Ну, там, туда-сюда. Я говорю, ну, вот, пожалуйста. Так что, а мы чапан. Короче, идти, ну, так, оказывается. Ну, не то, что прилично, но нормально. Вот, но самое главное, что мы сейчас шли, я сколько, то есть, этот район, ну, 20 с лишним лет, да, сколько мы здесь тусовались, мы шли по тем местам, по которым я никогда не ходила в этом районе. Вот так. Я сегодня как приличная поперлась в туфлях и в брюках. В этой, которая вот с низким каблучком, но с красивым. Поперу с них. Вот мы идем. Ну, 15. Я все еще в них. Вот оно, трамвайное депо в Строгине. Я не знаю, почему меня всегда бесит, когда объявляют установки в Строгине. Ну, как так? Какое Строгине? Строгино. Меня прям это вообще все так вымораживает. Вот оно. Идем, идем, идем. По промзону шляемся, да? Смотрите, какой вид прикольный на трамвайчике. Хоп-хоп. Смотри, маленькие желтые. Ага, старенькие еще вон стоят трамвайчики. Уже не ездят и стоят. Наверное, как раритет. Они могут как учебная стоять. Может быть, не знаю. Да нет, а зачем учебную учиться на 1 новых? Так, а синенькие же все равно ездят. А, вот такие синенькие, я поняла, да. Но они редко сейчас, да, встречаются. Все, я забрала Бибику свою. Она так едет прям. Не р-р-р, как раньше из-за этого глушителя. Прям так разгоняется. И такая девочка моего рожья. Короче, сейчас вам расскажу прикол. Как пытаются избегать налогов некоторые организации. Короче, забираю я машину. И, ну, я, в принципе, знала, что, как-то была я так в сервисе в таком, что тебе дают бумажку с номером карты. Говорит, переведите. Но, понимаете, вопрос в чем? Вопрос в том, что, когда ты тысячу или полторы так переводишь, ну, это ничего. Когда ты платишь, ну, сумму, а сегодня я платила с 16400 мне обошлось, то, знаете, мне нужен как минимум чек, а не перевести кому-то там на карту, это как физлицу. То есть, соответственно, это избегание налогов. Ну, это понятно, да? Как бы. Но сам прикол в том, что я говорю, нет, я не могу так, мне только по карте. Он говорит, у нас так нету. Он с такой растерянной. Я говорю, да нет, у вас так и должно быть. Но ставят экваринг. Знаете, к чему вы прикладываете? К экварингам неудобно. Да, согласна, потому что он там берет еще там, по-моему, двух с половиной, разные банки до 6% с вашей суммы, которую вы переводите. Вот. Я говорю, ну, куда? Он говорит, нет, так у нас нету. Я говорю, ну, значит, у вас есть реквизиты? Он говорит, у нас нету. Я говорю, ну, как нету? У вас же здесь организация какая-то есть. Он так растерялся, пошел, в общем, куда-то. Принес мне реквизиты. Просто объясню, почему по реквизитам платить тоже, почему берут экваринг. Потому что реквизиты, когда ты плачешь по реквизитам, эти деньги приходят только, например, на следующий день. Они сейчас их сразу не увидят. Но, как бы, у меня все нормально прошло, они все хорошо прошли. И, короче, эту... Как его называют? Чек у меня взяли. Пошли мне на уступки. Мне отдали машину. Все, вообще все замечательно. Ну, просто, понимаете, вот как-то вот такая ситуация, то есть, ну, как бы вам сказали, что я буду платить по карте. Зачем операции говорить, что нет, ну, понятно же. Ну, то есть, могут быть разные ситуации, да, потому что кто-то платит с корпоративных карт, кто-то еще что-то. То есть, ну, не все платят, как бы, наличными, так скажем. Вот. Ну, в общем, вот так вот. И это сегодня вот так. Ну, нет, все хорошо, все мы, ну, все сделали. Я все перевела, мне отдали машинку, все превосходно. Ну, бывает, бывает, бывает и такое. Это вот, знаете, как вы уже приходите на рынки очень часто. По номеру телефона, по номеру телефона переведите. Это потому что не, это проводит неофициально. А потом мы говорим, что вот у нас в стране такие вот трудности, мы вот такие все законопослушные граждане, ага, законопослушные. Представляете, сколько уходит мимо налоговой, да, налоговой. Потому что вот так вот. Даже вот идешь у нас здесь, либо с наличными ты приходишь по набережной в палатке, либо переведите по номеру телефона. Просто есть организация, которая не платит налоги, например. Ну, то есть, как бы, вот вам, пожалуйста, пример. И таких миллион. И вот говорит, что мы все платим налоги, да, возмущаются такие, что их ущемляет, еще что-то. Но и все такое нет. Вот, конечно, можно сказать, нас затравили налогами. Но вы сначала начните их платить хотя бы. Все избегают, все избегают налогов. Такие вот. Вот так. А те, кто не платит налоги, я просто вам объясню. Они пользуются теми же самыми правами в нашем государстве, как и мы с вами, которые платим налоги, да, например. То есть, мы же что за дороги, за все то, что делается, да, это за счет налогоплательщиков. Только мы с вами платим, а они не платят. Но они всем этим пользуются. Так что, вот. Вот так вот. Вот такая история. Ой, ладно. Ждем сейчас Анютку, повезем. Займем к маме, там, заберем белье. И хотим с Ликой куда-нибудь пойти покушать. Ладно, все, сейчас поедем. Мы уже дома. Смотрите, сколько у Лики плакатов. У меня прикол такой. У меня, кстати, никогда я постер осень не вешала, не любила. Она прям фанатеет. Журналки покупает. Хочешь всю стену заклеить, представляете? Такое, не подклеивались. Подклеились? Ну да, они, видишь, отклеиваются. Сегодня был такой эмоциональный день. Я прям что-то достала. Что-то, короче, я сегодня хотела, вам думала, дома буду. Столько всего запишу, расскажу. В общем, короче, что-то мы такой у нас сегодня насыщенный день получился. Классный. Мы сейчас будем уже ложиться спать. Ликой-ка легла. Вот. Я вам показала, да, ромашки. Завтра с утра покажу, как они прикольно в вазочку встали. Теперь у меня встают. Видела, мне Лика сегодня, кстати, подарила? Лика букет с ромашками подарила. Ничего себе. Прикинь, приехала, такая призвание ездить с Анюткой на Монежную площадь гулять. Вот, привезла. Видела? Видела, видела, видела. Завидую, молча. Вот. И как-то так все, ну, вечер, да, в основном закрутилась, закрутилась. Вот. И настроение такое. Короче, просто сейчас только все произошло. Короче, я завтрашний день начинаю учиться. Вот. Мне оплатили офигенные курсы, которые я давно хотела. Так что я завтрашний день буду теперь трудиться, учиться. Такая вся важная. Вот. Но потом мы сегодня вот это вот прогулялись. И, короче, я вне что-то все, вот после сегодня, короче, ну, стрим был такой классный. Мы так посидели классно. Ликузька очень довольная. Спасибо всем за поддержку, за такие приятные слова в ее адрес, за теплоту, доброту вашу. Это просто очень круто. Это дорогого стоит. И она сегодня, мы таки ехали, она тоже такая довольная. Я говорю, вот, понимаешь, какая атмосфера. Говорю, чем мне это все нравится. Она такая, ну да, прикольно. Вот. Ой, мы так единственное налупились. Я что-то прям до сих пор не очень. Вроде не прям, чтобы съели. Я даже не доела в итоге вочные роллы. Вот. Ну, прям, ну ладно. Вот. И, короче, что, день-то получился такой, что я даже посуду не помыла. Ну, я такая довольная. Мы обратно ехали. Мы после стрима поехали к маме. Заехали к маме. Я говорю, нет, кофейку выпить. Значит, еще уснул. Уж объелась. Ну, мы так быстренько, минут 30, может, мы там были. С мамой, с бабушкой пообщались. Ну, и вся рада, когда мы приезжаем. Вот, кофейку попили, там, обсудили какие-то нюансы. И, что, обратно ехали. Машина едет по-другому. Ну, вообще, наверное, многие поймут, что когда машина отремонтировала, блин, круто ж ездила. Она реально уже рычала. Она даже ехала не очень хорошо. Вот, и тут ремонтировала, она едет. И мы с ликом музыку на всю. Просто так круто. Поем, короче, едем. Вот, нас так летит, смотри, на светофорах, конечно. Ну, по-филу мы танцуем и поем. Вот. Ну, и все. Потом приехали домой. Тут папа. Вот, Торчет начал такой бегать. Я так и поем, выйдем. Так свежо, свежо. Сейчас хорошо. Лик, ты с тобой пойду. Мы пошли-вышли с Ториком. Вот. Папа голодным не остался. Если кто на стриме переживал, у него тут был суп. Да, папа? Суп ел, да. Суп ел, видите, подтверждает. А то за тебя переживают. Говорит, все, на стриме, слышишь? Сидим. Она говорит, а где ваш папа? Переживали за тебя. Что, все правильно? Что за тебя переживать-то? Ты же не обездоленный в вас. Вот. Короче, уставший. Я сейчас хочу почитать немножко. Прям книга интересная, реально. Я говорила, я читаю. Но не хватает времени почитать. Поэтому сейчас еще хочу почитать. Потом косметику сомну. И пайки. Я вчера еще опять поздно уснула. Все рано проснулась. Я тот день скрохотал. Собирался на работу. Я проснулась. И все. Я уже потом не спала. Она и валялась долго. Что-то тут лазила. Потом мне приспичило видео снять. Рассказала я сегодня в стриме историю, как я видео сняла. На самом деле, хотела просто по приколу снять видео. Ну, песня группы Ленинград «Сиськи» называется. Но там смысл в том, что все будет классно, все расцветет, заиграет яркими красками. Припев, когда я сделала себе сиськи поэт. Флорик поэт. Я просто что-то не попала с песней в глазах. Я хотела прикольно снять видео в ТикТоке. И что-то, когда я такой там эффект сделала, все. И когда я сняла его, я что-то поняла, что оно... Не, оно классное получилось. Все. Но оно такое компрометирующее. И такое... Короче, хотела поржать, а получилось клево, красиво и прикольно. Но, знаете, вот эта цензура. Все-таки у меня... Я вот посмотрела. Ничего такого там нету, никакой пошлости. Но оно такое вызывающее, так скажем. Но с учетом... Не, конечно, можно поприкалываться и все там в том ТикТоке. Но, не знаю, мне почему-то показалось, что... Ну, не порадует это. Я сначала маме отправила. Говорю маме, пишу, скиду это видео, пишу. И говорю, мам, как думаешь, если меня убьет, слева лжет видео? Мама отвечает, конечно, я добавлю. Потом Лика пришла, я показываю. Но я с юмором, типа, поражай, ты ж, я уже понимала, что такое. Они как бы не одобрят. Вот. И она такая, ты че, мам? Она сказала на стриме, что я в детдом иду. Но она другой еще сказала. Она сказала, типа, ты че? Короче, она тоже такая. Такая, вот, а Денису скидываю, типа, дашь денег на сиськи. Вот, он против, я вам говорил уже. Я, повторяю, что на стриме не все стрим смотрели. Я ему пишу, типа, и видео, и все, и тишина. Я ему звоню, говорю, а че, нормально вообще, тебя не смущает это видео? Думаю, нифига себе, че, мне может таки видео выкладывать. Он такой, ну я же понимаю, что ты, типа, это не выложишь никуда. Я такая, с чего вдруг, типа? Потом такой, а почему там значок ТикТок? Длик орет, говорит, это, говорит, черновик просто ТикТока. Нет, никуда она не выложила. Вот. И, короче, прям настроение было все видео позаписать. Такое хорошее, что и обучение платили, машину сделали. Знаете, вот это вот все вот. Как-то вот навею этот день. Прям клево получился. Вот. И это. Короче, это видео, конечно, я не выложу. Я просто, вот понимаете, вот эта вот цензура, она должна быть не только в тебе. Ты можешь быть безбашенным человеком, но, да, и как бы тебе, может быть, все равно... Я еще раз говорю, в этом видео нет ничего, не пошлячено, ничего. Я, короче, могу даже объяснить. Вот я сегодня снимала видео, которое выложено. Я там в своем боди, ну, вот этом, которым, ну, такое-то декольте открытый, длинные волосы, просто там подпеваю. Но там такой эффект, и как-то так чересчур, мне кажется, сексуально получилось, так скажем. Вот. И тут еще, понимаете, я-то ладно, а есть семья, которая, ну, знаете, мне кажется, даже если подумать, что вот там друзья, там какие-то, там, ну, ребенку видят или еще что-то, ну, как-то перебор, мне кажется, ну, такие вещи. То есть должно быть какое-то уважение к своим близким. Вот. Денис, вот скажи, что тебе это видео, как ты считаешь, какое оно? Не знаю. Почему? Ну, не знаю, ну, как оно, шутка, что оно такое-то. Ну, оно шутка? Нет, я хотела прикол. Да нет, оно никакого перебора, это же не ты, говорю, песню написала, пожалуйста, ты просто спел, что бы мне песню. Ну, если бы ты меня увидел, такое в интернете, такое. Угу. Ну, не знаю, что ли. Ну, хочешь сказать, там не перебор с какой-то такой заигрывостью и... Да, возможно, нет. Да? Ты себе могу угол взять такие видео? Нет. Ну, просто... Глупенько, я не знаю. Просто меня, наверное, привык такое видеть. Угу. Да, в жизни же такие какие есть, но это когда при мужа ты такая, это одно. Как-то вот так. Другое. Хотя, ну, говорю, я не знаю, похлеще мы видели, то есть там нету до дурки какой-то. Может, когда-нибудь и выложу. Ну, это такое. Не, оно мне нравится, я даже прям пересматривала. Там я такая милая, симпатичная. Я девчонкам отправляла, говорит, что я такая симпатичная. Вот. Ладно, будут заканчивать. С вами прям заболталась. Все. Я просто смотрю, где не сыграет, а я смотрю. В компьютер, в телевизор еще. Ладненько, все. Будут заканчивать. Всем пока-пока. Увидимся. Увидимся.